Меня зовут Алексей Ницца и сегодня я расскажу о привычных для многих Google Документах, а именно о текстовом редакторе и настройках доступа. Если у вас есть аккаунт в Google или вы пользуетесь почтой Gmail, значит у вас подключен Google Диск. Помимо синхронизации документов на вашем компьютере, Google Диск позволяет работать с файлами и папками непосредственно в облаке. Создадим новую папку. Также можно изменить вид отображения документов списком или превью-иконками. Перейдем в новую папку. Можно просто перетащить файл с вашего компьютера и он появится в этой папке. Либо можно нажать красную кнопку «Создать», где появляется вкладка с разными типами документов, которые доступны. Сегодня мы поговорим о текстовом редакторе, который здесь называется Google Документы или Google Docs в оригинале. Введем название файла и скопируем текст с картинкой. Текстовый редактор достаточно функционален и похож чем-то на всем привычный Word. Нажав на меню файла и перейдя на вкладку «Скачать как», пользователю открывается возможность сохранить документ в разных форматах, в том числе и в PDF. Также из меню файл можно опубликовать документ в интернете, сделав его публичным. Теперь можно поделиться файлом с помощью ссылки или вставить на свой сайт с помощью кода. С помощью правой кнопки мыши можно попасть в меню и вставить комментарии в нужное место документа. И теперь перейдем в основной раздел настроек доступа, которым я сегодня хочу рассказать. Самым простым способом поделиться документом с другими людьми можно, включив доступ по ссылке. При этом все те, кто имеет ссылку, могут просматривать документ. Нажав на «Расширенные настройки», мы переходим в основной меню доступа, где можно сменить права. Здесь отображается владелец документа и кто именно будет иметь доступ к документу. Сейчас стоит доступ для тех, кому отправлено приглашение. Обычно это самый надежный способ поделиться файлом. Для этого нужно ввести мейл человека, кому вы хотите предоставить доступ к документу, выбрать, что именно он сможет сделать, просматривать, комментировать или редактировать. После чего человек получит письмо с уведомлением и ссылкой на этот документ. Как только другой человек открывает документ, это будет сразу же видно, появляется новая иконка. Либо анонимного пользователя, либо имя авторизованного пользователя. Таким образом, с помощью текстового редактора Google Документы можно иметь доступ к своим файлам с любого компьютера, подключенного к интернету, а также изменять параметры доступа к документу и совместно редактировать его. Также удобнее делиться файлом с помощью ссылки взамен привычному прикреплению файла в письме, так как комментарии и изменения будут сохраняться автоматически, и это сделает вашу работу более эффективной. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!